И вот такая вот тема сегодня в голову пролетела. Да, всем привет из солнечной Калифорнии. Всем, кому сейчас не спится, всем, да, у кого-то вечер, у нас утро, разница в 10 часов. Да, сегодня поговорим такую тему очень интересную. Удача в делах. Вообще очень интересная штука. Салют всем, да, кого не видели. Сейчас. Вырулим, значит, и поедем. Многие, я думаю, уже не первый раз приходят, уже знают, когда, как, мою дорогу от дома до офиса, вот. И у нас есть 15 минут для того, чтобы решить важный вопрос, да, то есть нужно ли использовать удачу вообще, как вы к этому сами относитесь. Вот, вы сами как считаете, есть ли удача, такое понятие, как удача, или нет, да. Или нужно просто фигачить, 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 и тогда у тебя все будет. Как думаете, как думаете сами? Вот. Тут нет однозначного ответа, потому что есть вот прям два лагеря людей. Одни прям считают, что удача, а вот, да, что вот это все полная фигня, это все для дурачков. Умные люди, умные люди прям фигачат, да, а другие говорят, блин, ребята, вы ничего не понимаете, есть удача в жизни, вот мне повезло, да, у меня ее только нет, без удачи никак. И вообще без удачи никак, да, без удачи, ну, никак просто. У меня есть другая точка зрения на этот вопрос, как ни странно, третья точка. Где-то пару лет назад я начал увлекаться нумерологией. И в нумерологии там есть 9 параметров личности каждого человека, у каждого человека есть индивидуальная комбинация. Ну, тут можно сказать, что, Алекс, мы в нумерологию не верим, как говорится, Эдита Лесом, это все фигня. Но, тем не менее, я начал сверять, да, то есть проверять, так ли это. Ну, я начал своих сначала знакомых опрашивать, там, себя, естественно, посчитал, жену посмотрел, то есть всех посмотрел. И увидел, что в нумерологии есть параметр удачи, удача от рождения человека. То есть одним людям по жизни уже с самого рождения везет. Причем везет на таком уровне, что ты можешь зайти в казино, если правильно все сделаешь, то бросишь кубики так вот, без ожидания, и выигрываешь. И это проверяется, проверяется, и есть люди в другой, то есть, которых, в принципе, не везет, у которых нету от рождения такого показателя. И вот что интересно, у меня был случай, когда я как раз-таки на эту тему размышлял, жили мы в Азии, и еду я на мотобайке. Думаю, а блин, а у меня-то какой показатель удачи, то есть, есть ли удача у меня у самого, например. Значит, еду я, раздумываю на эту тему, и передо мной выезжает какой-то товарищ. Делает это резко, у меня байк падает, я боком проезжаю метров 20, наверное, обдираю себе колено, обдираю себе локти. И я думаю, ну нифига себе, вот есть ли такая удача. Но это еще не все. Там дальше развязка истории была. Тут же, из-за угла, подбегают какие-то ребята с носилками. Помните, как в фильме «Бриллиантовая рука»? Мы все смотрели, поставьте лайк, если смотрели. То есть, вот реально, черт побери, и меня практически в эту же минуту, меня начинают убинтовывать. Я думаю, ничего себе, вот это удача. То есть, не всегда удача то, что тебе прям вот сразу подфартила какая-то выгодная сделка, нужное знакомство. Иногда удача, что во время, ну, каких-то катаклизмов тебе вовремя приходит помощь. И это тоже может быть, в общем-то, неплохой удачей. Так что подумайте, вот вы сами как думаете, у вас в жизни удача есть или нет? То есть, сами как думаете? Можем это проверить, можем это сверить, да, то есть, ваш показатель удачи. Более того, да, временами, то есть, у всех по-разному. Чуть-чуть поменять. Да, кому-то прям везет, кому-то везет, а кому-то нет. Как сверить? Ну, банально, то есть, можете покопаться, посмотреть книжки по нумерологии. Квадрат Пифагора. Можете посчитать свою дату рождения. Ну, и увидеть, в общем, то есть, сверьте. И будет понятно, то есть, а у вас есть... А, вот, привет, Костя. Хороший в интернет в Азии это удача. Да. Ну, я могу так сказать, что, в принципе, у всех, кто родился в 80-х годах, показатель обычно удачи в норме. Если вы 88-го года, то у вас удача повышенная. Это можно сверить. Да, как дела? Нет удачи, написано в Пифагоре. Причем, смотришь, в Пифагоре, там прям твоя фамилия. Нет удачи. Вот. То есть, если у вас есть восьмерки в дате рождения, вообще, напишите свою дату. Напишите свою дату. В принципе, по вашей дате рождения можно понять, есть ли у вас удача. Да? То есть... Ага. То есть, если восьмерка хотя бы одна есть, то она, в общем-то, присутствует в вашей жизни. Если восьмерок две, то вам повезло. Если восьмерок три, ну, значит, в прошлой жизни вы прям очень хорошо постарались. Вот. И показатель удачи действительно очень такая интересная штука. Да, вот, восьмерки. А кто родился 08-го, 08-го? Да. То есть, это вот прям запредельный показатель. Действительно. То есть, это вот действительно очень удачливые люди, которым, в принципе, в принципе, нужно... Ну, не то, чтобы расслабиться. Нет. У этого обратная сторона есть, ребят. Обратная сторона заключается в том, что я, похоже, свернул не туда. Чувак, пропустишь? Спасибо. Бля, ну а чего? Короче. Вот удачи, конечно. О, дядь, тетя ругается. Давайте пошлем сердечек этой женщине. Тут одну полосу перекрыли, я немножко нарушил. Да. Еще и сматерился в прямом эфире. Значит, неудачно свернуть. Ну, да, чтобы неудачно. Машину же не поцарапали. Вот, в конце концов. Если она, конечно, сейчас гвоздем не выбежит, в Америке не пропускает. Ну, я немножко в наглую влез, поаккуратнее. Вот, московские привычки очень-очень тяжело на дорогах вытравлить. Я стараюсь поаккуратнее водить, но тем не менее. Тоже очень интересно. То есть, у кого сколько восьмерок получилось? Московская манера, да. Вот, стараюсь аккуратнее. Значит, семерки это про... Семерки это про интуицию. То есть, если у вас там две семерки, это прям очень хорошо. Три семерки, можете идти в битву экстрасенсов. Вот, нет восьмерок. Но там еще есть скрытые восьмерки, тоже нужно считать, потому что там еще они перескладываются. И... О, тетя проехала. Вот. Если два нуля. Нули не в счет. Там нужно очень грамотно считать. Единицы это про твои мозги. То есть, если у тебя много единиц, я тебе могу сразу сказать, что, скорее всего, ты очень много думаешь. И чаще всего мало делаешь, да. То есть, это, ну, типичная история, если у тебя очень много единиц, а очень мало к двое. Да, если у тебя две семерки, ну, в принципе, здорово. У меня три семерки. Все. Добро пожаловать в битву экстрасенсов. Ну, если... Тема вообще нумерологии насколько вам интересна, ребят? То есть, и там не все так просто. Вот я какие-то вещи могу вам сходу сказать. Вы их проверяйте. То есть, не надо мне на слово верить. Вы их просто проверяйте на... Да, то есть, там, не знаю, я вам сказал, что... О, три семерки, офигеть. Интуиция. Ну, так ее нужно правильно использовать, да. То есть, грамотно использована интуиция. Иначе она у тебя без дела. Знаешь, как говорится. Лежит хорошая вещь, а все без дела. Да, то есть, я могу, в принципе, много чего рассказать. Да, тема интересна. Есть несколько разных систем нумерологии, которые... Есть классический квадрат по фигуру, там одна трактовка. Но он мне показался сильно замороченный. Я нашел еще несколько систем, которые, в принципе, ну, за пять минут можно любого из вас посчитать. Вот. Поэтому, если тема прямо интересна, я на эту, я на нее могу вот прям целый курс записать. Если, если вот прям тема О, прям, как считать... На листке вам понадобится только бумажка и ручка, все. И дата собственного рождения. Самое прикольное, когда ты начинаешь считать всех своих родных и близких. Ты, например, начинаешь... А насколько вы со своим... Своей второй половинкой, да, углубы... Да много, на самом деле. Но вы можете сегодня даже не ждать ничего. Вот. Дата рождения в сумме равна шесть. Это другая, это число души. Если вы сложите все числа, а потом пересложите их еще раз, и вы получите так называемое число души, и это ключ к предназначению. То есть, зная свое число души, ты можешь понять вообще, кто ты по предназначению. Это как бы так, ну, достаточно серьезная штука. Допойно? Вот. Кто-то считает, что это брехня. Я-то всю историю, ну, как бы, я достаточно скептичен по жизни, поэтому я все проверяю. То есть, я вот, например, там, посчитаю кого-нибудь, потом смотрю и задаю очень аккуратно вопросы человеку, да, потому что здесь очень тонкая грань между шарлатанством, да, таким... Ну, типа, я знаю твою судьбу, твоя судьба тусить. Да. И, ну, какими-то реальными вещами, потому что, когда ты такие штуки людям рассказываешь, это... Одни говорят, ну, прикольно, конечно, а кто-то реально это всерьез воспринимает, да. Число души девятка. Ну, если ты правильно все посчитал, девятки – это психологи от Бога, это проводники, это музы, девятки – это очень интересная история, это очень мудрые души, как правило. То есть, это люди, которые знают без знания. То есть, им не нужно читать огромное количество книг, они при определенной тренировке девятки могут считывать информацию с людей. Вот. То есть, а если еще у тебя там семерок много, все, добро пожаловать в битву экстрасенсов. Ты там будешь людей в багажниках находить, там наркотики... У тебя вместо собаки можно будет еще использовать, знаешь. Вот. Наркотики можешь находить там. Так, м-м-м, мои любимые. Да. Какие ресурсы по нумерологии? Ну, классический квадрат, интересно. А Сидорова очень хорошая по нумерологии. Вот. Ну и, соответственно, общаться с такими же шизанутыми по этой теме, как ты. Hello. Good morning. Тема действительно очень прикольная, поэтому само понятие удачи действительно получается. Самое прикольное, вот как бы, чтобы заканчивать тему, удачу, в отличие от многих других цифр, можно нарабатывать в течение жизни. То есть, там есть один очень интересный ключ. Он не совсем на перископ, потому что, ну, вот я вчера проводил медитацию в перископе. Кто, кстати, вчера был на медитации? Как вообще? Как вообще спалось после этого? Кто был? Я понял, что я точно больше не хочу проводить медитации на перископе, потому что, ну, реально очень сложно сосредоточиться. Мне не понравилось, вот, мне не понравилось это медитация. Было круто, я могу круче. Даже не я могу круче, а мы можем круче. Вот, реально можем круче. Вот. Для этого нужно очень чистое пространство. Вот, все-таки перископ, штука открытая, кто-то не спал всю ночь. А еще что было? Так вот, интуицию и удачу можно нарабатывать через медитации и через выстраивание отношений. С Богом и, вот, скажем так, с высшими силами. Не знаю, верите вы в это или нет. Если верите, замечательно. Если нет, как бы, ребята, идите работать. Вот. Пахать, пахать. Стране нужны наши герои. Вот. То есть эти темы можно нарабатывать. Другие качества, такие как ум, трудолюбие, они, ну, прям труднее нарабатываются. Да, то есть мозги можно поразвивать и нужно, но удачу гораздо быстрее можно развить, чем мозги. То есть есть вещи, на которые вам потребуется вся ваша жизнь. Удачу можно прокачать там за месяц, полтора, два, три. Ну, то есть для особо там тугих случаев там, но год. И человеку действительно начинают, вот, что называется, ввести в дела. Тема очень такая тонкая, неоднозначная, очень близкая к шарлатанству. Поэтому, как бы, я всю ночь сам думал на тему, что действительно нужно сделать какой-то клуб такой, абсолютно недорогой, чтобы туда мог пойти любой, чтобы там есть студент и пенсионер, и с другой стороны, чтобы там не было троллей. Вот как раз я вот сейчас об этом думаю. Ну, как вам такая идея? То есть, ну, не знаю, там, сравнимая со стоимостью, не знаю, там, кофе пойти попить. Вот. То есть вот такая вот идея зреет в голове, я пойду что-нибудь поделаю. Так вот, резюме, наконец, чтобы, да, то есть вот эту историю немножко подрезюмировать. Кто-то из вас сегодня написал, что важно, чтобы ты везло и при этом фигачить. Вот, я считаю, что нужно и то, и другое. То есть, если у вас там куча восьмерок. Идите работать. Честно, да? То есть, не просто не полагайтесь только на удачу, да? То есть, оно как бы дополнительный фактор, который при всем твоем трудолюбии, оно может усилить твой результат. И если у тебя нет никакой, типа, там, нет восьмерок в дате рождения, во-первых, это можно наработать, а во-вторых, иди работать. А я пойду работать. Собственно, благодарю всех за внимание. Мы приехали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова